Небольшой участок земли в садовом товариществе «Учитель» на Маломахуне Наталья Федорова купила 30 лет назад. В ближайшее время подумывает здесь построить новый дом и переехать сюда жить. Первое, что сделала, установила на участке локальные очистные сооружения. В отличие от многих в Сочи, кто десятилетиями живет в частных домах и сбрасывает стоки в море. Я строиться не могла из-за того, что рядом с моим участком находится природный ручей. Не хотелось портить природу. Я коренная сочинка, я люблю свой город. И, конечно, хочется, чтобы мы дышали и жили в нормальных экологических условиях. В садовом товариществе «Учитель» десятки домов. Это место граничит с нацпарком. Поэтому о сохранении экологии жители Малого Ахуна заботятся. Локальные очистные сооружения после того, как в товариществе решили проблемы с водой и светом, у себя на участках решили установить многие. Выбор сделали в пользу проекта мойдомсочи.рф. Порядка шести компаний было рассмотрено. В итоге мы вышли на единственную компанию, которая нам предложила достаточно нормальные условия. И сроки нас устраивали, качество работ все устраивало. Проект мойдомсочи.рф на рынке очистных сооружений уже больше шести лет. Компания готова и работает на сложном рельефе, предлагает скидки, спецпрограммы и, что немаловажно, рассрочку. А установка локальных очистных сооружений занимает всего несколько дней. Еще один плюс – сервисное обслуживание и юридическое сопровождение своих клиентов. Мы выполняем поставленные задачи, улучшаем качество как своей работы, так и качество работы очистных сооружений. Предоставляем большой спектр технических услуг. Индивидуально решаем тот или иной вопрос с каждым заказчиком. У нас действуют специальные программы, которые позволяют решить вопрос по приобретению оборудования. Во многих микрорайонах города локальные очистные сооружения начали устанавливать в массовом порядке. Не стали дожидаться рейдовых проверок администрации города, которые сегодня проходят по всему городу. И проект мойдомсочи.рф готов помочь сочинцам в решении такого важного вопроса – сохранение экологии курорта. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ